Всем привет! Думаете, Matterhead? Нет, не Matterhead. А наоборот, лекция про деление музыки на стиле. Но лекция займет ровно секунд 30. Дело в том, что группа одна из очень мною уважаемых и практически любимых The Stranglers считается панк-роком. Видите, какая? Видно, да, что стереоскопическая обложка, оригинальчик вот такой, 3D, что называется. Так вот, группа Stranglers, The Stranglers считается панками, панк-роком, что вызывает недоумение, иногда даже смех, но в любом случае это абсолютная неправда. Так же, как и группа Television, о которой мы недавно тут рассуждали вместе с вами, она тоже никакие не панки совершенно. К панк-року вообще отношения не имеет никакого. Так же, как и The Stranglers тоже не являются панками. Как это неудивительно звучит для многих. Панк-рок, панк-рок, Stranglers. Да-да-да-да-да. Просто дело в том, что группа играла на одной сцене в одних концертах, в одних, так сказать, даже там поездках, гастролях с Ramones, с Clash, с разными другими представителями клуба CBGB, которые приезжали в Англию или когда Stranglers ездили в Америку, выступали на одних площадках вместе и они сами пишут о том, что критики валили все в одну кучу. Раз мы играем вместе с Clash, значит мы тоже панки. Тем более, что музыка мрачная, такая песня не длинная, но не Yes, одним словом, не Jet Ratal, значит панки. И все. Так критики решили, так и повелось с тех пор. И в нашей стране тоже. О, панк-рок, Stranglers, да. Хотя от панк-рока здесь, в общем, ой-ой-ой, как мало. Я не буду показывать знаменитые пластинки No More Heroes, первый альбом Stranglers, третий альбом Stranglers, Black and White, с убойными совершенно песнями, которые тоже считаются панк-роком, хотя никакой не панк-рок на самом деле, а просто оригинальная, мрачная, тонкая, при этом и точная музыка группы The Stranglers, которую организовал Джет Блэк, барабанщик, очень возрастной дяденька, бизнесмен, который, по-моему, что-то такое торговал мороженым, если я не ошибаюсь. Но в больших количествах грузовики ездили, там, разбозили мороженое, Джет Блэк зарабатывал деньги. До того, как он начал торговать мороженым, он играл в разных подростковых рок-группах, но потом очухался, опомнился, решил заняться бизнесом и на этом самом мороженом или чем-то там еще заработал денег. Потом ему стало скучно, он снова вернулся к барабанной установке своей, стал играть на ударных у себя дома и решил организовать ли мне рок-группу и организовал ее по объявлениям, через знакомых. В общем, пришел Хью Корнвелл, гитарист, пришел Жан-Жак Бернель на бас-гитаре, играющий, оба парня поющие и пришел гитарист, который вскоре отвалился. Гитарист из Голландии был родом, я не помню, как его звали. Группа репетировала, 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 играла в местных пабах за три копейки английских. Ну, гитарист сказал, что что-то дело не пошло и отвалился. И тогда пришел маститый музыкант Дэйв Гринфилд, клавишник, который имел академическую подготовку, играл классическую музыку, умел во всяком случае это делать и прекрасно влился в коллектив мрачный Джета Блэка. И стали они играть свою веселую и одновременно мрачную музыку, потому что мрачная музыка без веселья не выглядит мрачной, она выглядит тоскливой и унылой. Очень много, кстати, современных групп, в основном скандинавских, но и американские тоже есть, которые играют очень серьезно мрачную музыку, слушать это невозможно. Это такое занудство нечеловеческое, такая тоска, что хочется лечь и в лучшем случае уснуть. А в худшем вы сами понимаете, что... Так вот, вот эти знаменитые альбомы, о которых я уже упомянул, Ratus Norvegicus, No More Heroes, Black and White, о них я поговорю отдельно, потому что каждый из этих пластинок заслуживает очень кайфового, вдумчивого разговора, поскольку там знаменитые хиты, такие как No More Heroes, ставшие гимном, панков. Как неудивительно это звучит, хотя так спорно. Четвертая студийная пластинка The Stranglers Raven, вот я ее уже показывал, да, такая вот красавица. Она появилась в 79 году и среди молодых, опять-таки, панков купчинских, к которым я отношусь, вызвала фурор просто, потому что все сказали, что слышали новый Stranglers. Нет, не слышали. Они стали играть арт-рок. Как? А мы любили еще и арт-рок, и прогрессив, и джаз-рок, и джаз, чего мы только не любили. До сих пор все это люблю. И тут же появилась одна или две, одна, скорее всего, пластинка Raven появилась в нашей компании, переходила из рук в руки, мы ее записывали, слушали, приходили в гости к человеку, у которого в данный момент эта пластинка находилась, и наслаждались. Никакого арт-рока мы там не обнаружили, но музыка чрезвычайно интересна. Вообще, The Stranglers, конечно, музыканты с очень широким охватом, но при этом все время оставались и остаются в своем стиле, узнаваемом, даже несмотря на то, что состав изменился сейчас уже довольно давно, и по всю пору группа играет с изменениями серьезными в составе, но тем не менее звук все равно сохранился, все равно та же самая звуковая картинка. Но здесь, конечно, уже не black and white, здесь песни посерьезней, поинтересней, поглубже, помузыкальнее, хотя те пластинки шикарные, они шикарные тоже, начиная с Ratus Norgicus и No More Heroes Black and White, это полный улет. Но здесь просто побольше синтезаторов Дэйва Гринфилда, побольше фортепиано, побольше эффектов разных, использую слово психоделических, так, условно, чтобы было понятно, что вот эти жужужу, вот здесь в полный рост присутствует. Ну и начинается произведение с увертюры под названием Long Ships, минуту с небольшим идет инструментальная пьеса, агрессивная, очень лежащая на клавишах вся, ну, естественно, барабаны с басом тоже, но такая синтезаторная, разливается река, красивая, и переходит все это в заглавную песню The Raven, это просто гимн, это гимн. Синтезаторы Дэйва Гринфилда наплывают в темпе, в темпе, все держится в темпе. Бас играет риф. Вообще Сенглесс отличается тем, что басовый риф всегда присутствует, конкретные, и все песни практически на басовых рифах так и лежат. То есть вы скажете ха-ха-ха, все басисты играют рифы, но не все и не так, а здесь конкретные такие вот ходильники идут, и на этом ходильнике каждая песня лежит. Ну, а Raven еще залит синтезаторами, и синтезаторами не просто жужжащими какими-то сахарными, такими артроковыми, а жесткими, грубыми, такими сдвигающими тебя, прижимающими к спинке кресла, дивана или там стены. Не знаю, такие они прямо море, разливанное, синтезаторное, но очень все здорово. И в конце такой совсем-совсем все так раздвигается, картина раздвигается и охватывает со всех сторон. Вот этот Дэйв Гринфилд там постарался. Ну, а дальше мы возвращаемся на исходную позицию. Дэд Лос-Анджелес, это уже можно назвать тем самым панк-роком, хотя я не люблю определения стилевые, вот чем дальше, тем меньше я их употребляю. Но, чтобы было понятно, что это такое, это панк-рок, тоже басовый ходильник, гитара, и довольно монотонная мелодия, но она монотонная, это монотонная, но интересная. И это не просто бормотание, а это мелодия. Группа очень мелодичная на самом деле. Все, что там поется, поется не просто так, поется с конкретной мелодией, очень запоминающейся. Все песни Стрэнглерс, они практически потенциальные хиты. Что такое хит? Это такая штука, которая западает в память, и ты ее напеваешь, насвистываешь, и она становится, она расползается в массы, она цепляется за сознание. И вот Стрэнглерс мастера таких штучек, таких крючков. Айс, следующий номер. Не хочется опять говорить про психоделию, но очень мрачная штука, и такое, она вся на таком тиканье синтезаторов. Или как вот это заводные, вот такие были шарманки. Ее крутишь, крутишь, потом отпускаешь, она тататататататататататататататататататататататататататататататататататат, и вот Айс такой мрачный, и вот это тиканье, оно такого мрака нагоняет, такого ужаса. Не нужно никаких яростных аккордов, не нужно никаких Black Sabbath, а вот это тит-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, такой ночной кошмар в песне Айс. Но это только начало, потому что барокко Борделло, следующий номер, вообще невероятный совершенно. Клавиши начинают играть что-то такое барочное, действительно, вроде классика, но слышно, что не классика, что сейчас будет что-то такое ударное. Подключается бас с ходильником на эту самую барочную основу, начинает играть гитара, и гитара такое ощущение, что гитарист умирает на ходу просто, и звук умирает гитарный, то есть он не тише делается, а он умирает. Он кричит, стонет и шепчет, умирая, звуком, но тише не делается, вот что удивительно. Это прочитывается, послушайте, вы это поймете. И голос вступает с мелодией, но вступает совершенно поперек, такты идут вот так вот, и голос вот так вот вступает поперек, просто в разрез. И все это поется, это нужно уметь, это нужно быть музыкантом, чтобы так делать, выдерживать. Вот так вот, или быть музыкантом, или просто записать отдельно голос, отдельно музыку, а потом в студии все это вот так вот склеить, но не вдоль, а так поперек доли. На самом деле ничего здесь не склеено, здесь все спето, и половина песен Stranglers, они так и делаются, кажутся простыми, но на самом деле, когда голос идет поперек основной тактовой сетки, это не так-то все просто, это надо еще придумать, додуматься до этого. Ну, после вот этих шизовых двух вещей Айса, Барокко, Борделла, Nuclear Device, немножко передохнуть можно, Nuclear Device, Nuclear Device, тоже можно назвать панк-роком, немножко передохнуть, перевести дух. Зато вторая сторона начинается, Ша-ша-а-го-гоу, арабский запев, тихонечко издали, и потом пошла безумная абсолютно пьеса под названием Ша-ша-а-го-гоу, совершенно идиотским рефреном, когда они пишут, Ша-ша-а-го-гоу, Ша-ша-а-гоу-гоу, и скажущаяся простоты и идиотизма этой песни, она вырастает в какое-то уже шизофреническое полотно, все начинают играть совершенно другую какую-то историю, но при этом связано вместе, все, но такое ощущение, что поиграли Ша-ша-а-го-го, а потом неожиданно как-то не перемигиваясь, а по какому-то наитию, вдруг заиграли что-то другое, и с удивлением смотрят друг на друга, а что мы такое играем? Но ведь получается же, получается, да, давайте так и продолжим, и так и продолжают что-то другое совсем, и тихонечко-тихонечко так, ну, наверное, хватит, наверное, хватит, да, и затихает, и с удивлением друг на друга смотрят, говорят, например, давайте перекурим, что-то нас куда-то занесло, вот такая вещь. Но это ладно, а вот «Don't bring Harry», следующий номер, это, я вам скажу, да, такое ощущение, что Элтона Джона отовсюду уволили, лишили авторских прав, он сидит в мансарде, к нему приходит абсолютно пьяный сосед, нищий, они напиваются паленой водки, и начинают вместе музицировать, Элтон Джон начинает играть, а пьяный сосед начинает петь, и получается песня «Don't bring Harry», невероятное что-то просто, но при этом очень чисто все сыграно, а ощущение именно такое, в жопу пьяный Элтон Джон, и бомж-сосед с паленой водкой, и вместе они коротают вечерок. Дашис, веселый рок, хитовая песня, чудовищная по мраку, полотно «Man in Black», «We are Man in Black», больше ничего не надо, просто вот это вот «We are Man in Black», и все, и ужас, кошмар, но очень интересно, очень увлекательно. И «Genetics», последний номер, не хочется говорить слово «психоделия», но она там есть, поэтому что есть, то есть, против правды не попрешь. Пойду я последую примеру Элтона Джона и его соседа-бомжа, послушаю еще раз пластинку «Raven», и буду пить. До новых встреч, пока!